Острые пневмонии относятся к числу наиболее распространенных заболеваний. При несвоевременной диагностике и неправильном лечении они могут принять затяжное течение и осложниться развитием очагового пневмосклероза, локального бронхита, абсцесса, плеврита, МПМ и другими. Комплексная терапия острой пневмонии начинается с постельного режима, который назначается больным на период лихорадки и интоксикации. При понижении содержания белка в сыворотке крови в рационе питания больного предусматривается дополнительное его введение в организм из расчета 2-3 грамма на 1 килограмм массы тела. Антибактериальная терапия острой пневмонии включает два этапа – до выделения возбудителя и после его выделения и определения чувствительности к антибиотикам. В порядке предварительной информации о возможном возбудителе целесообразно использовать выявление бактериальной флоры в мазке мокроты, окрашенной по грамму – экспресс-методом. Параллельно с этим производится посев мокроты для выделения возбудителя и определения чувствительности к антибиотикам. На первом этапе лечение строится с учетом предполагаемого возбудителя и тяжести течения заболевания. К легкому течению относятся пневмонии с частотой дыхания до 25 в минуту, температурой тела больного в пределах 38 градусов, тахикардии до 90 в минуту, с локализацией инфильтрата в пределах одного-двух сегментов одного легкого. Лечение больных с легким течением заболевания целесообразно начинать с пенициллина, так как 60-80% бактериальных пневмоний имеют пневмококковую природу. При хорошей переносимости пенициллина его вводят внутримышечно через 3-4 часа по 500 тысяч единиц в течение 80 дней на курс 10-12 миллионов единиц. Кроме того, при легком течении острой пневмонии широко применяются производные нитрофурона, фурагин и другие. Курс лечения 7-10 дней. Больным молодого возраста при отсутствии сопутствующих заболеваний и хорошей реактивности организма, а также в случаях непереносимости антибиотиков, в качестве антибактериальных средств могут быть использованы сульфаниламидные препараты. Из этой группы соединений не утратили своего значения препараты короткого действия норсульфазол, сульфадимизин и другие, назначаемые по общеизвестной схеме, а также средства, дающие длительный эффект, сульфапиридозин и его натриевая соль, сульфадимитоксин и другие. Для профилактики образования сульфаниламидных камней необходимо увеличить прием жидкости внутрь до 2,5-3 литров в сутки. Если в течение 2-3 дней в состоянии больного не отмечается улучшение, то назначают один из полусинтетических пенициллинов, ампициллин, оксоцилин или один из антибиотиков резерва, эритромицин или линкомицин. При средней тяжести заболевания частота дыхания колеблется от 30 до 35 в минуту, температура тела до 39 градусов, число сердечных сокращений до 100 в минуту. Поражение легких имеет долевой односторонний или сегментарный двусторонний характер. При средне-тяжелом течении острых пневмоний дозу пенициллина увеличивают с 2 до 4 миллионов единиц в сутки на курс 20-40 миллионов единиц. Одновременно назначают сульфаниламидные препараты короткого и длительного действия по общепринятой схеме. При отсутствии эффекта в течение 3-4 дней применяемое комплексное лечение отменяется. Вместо него назначается один из антибиотиков широкого спектра действия. Кевзол по 1 грамму 3 раза в день, морфоциклин по 0,1 грамма 2 раза в сутки или гентамицин по 0,8 миллиграмма на 1 килограмм массы пациента 3 раза в сутки. У больных с тяжелым течением заболевания частота дыхания превышает 35 в минуту. Температура тела больного выше 39 градусов. Пульс более 100 в минуту. Распространенный процесс локализуется с одной стороны или поражаются оба легких. При тяжелом течении заболевания антибактериальную терапию следует начинать сразу с одного из антибиотиков широкого спектра действия. Цефомизина, кевзола, морфоциклина, гентамицина в вышеуказанной дозе. В случаях отсутствия эффекта на четвертый день следует одновременно использовать два антибиотика широкого спектра действия. Пенициллины можно применять с гентамицином, но нельзя с тетрациклином, эритромицином, олеандомицином ввиду их антагонистического действия. После выделения чистой культуры, ее идентификации, проводят определение чувствительности возбудителя к антибиотикам методом бумажных дисков. Больным с пневмонией, вызванной пневмококом или стриптококом, целесообразно назначать один из препаратов пенициллиновой группы. При пневмониях, вызванных стафилококком, показано применение больших доз пенициллина от 2 до 8 миллионов единиц в сутки. При фридлендеровской пневмонии эффективны большие дозы олетотрина или стрептомицина. При пневмонии, вызванной протеем, активны левомицетин, ампицелин, гентомицин в обычной дозе. При пневмонии, вызванной синегнойной палочкой, наиболее эффективны оказались гентомицин, полимексин B. Лечение одним из антибиотиков, назначаемым с учетом чувствительности флоры, через 3 дня может оказаться неэффективным, не снижается температура и другие проявления интоксикации. В таких случаях назначается антибиотик из другой группы по такому же принципу. Курс антибактериальной терапии прекращает на 5-й день стойкой нормализации температуры. С целью профилактики кандидомикоза и лечения грибковой пневмонии назначают нестатин или леварин. Применение антибиотиков особенно широкого спектра действия нарушает витаминный баланс в организме. Поэтому необходимо включать в комплексное лечение витамины А, С, П и группы В. Больным с расстройством белкового обмена назначают ретаболил, альбумин, желатиноль, гидролизат козеина и другие. В случаях указания в анамнезе о появлении кожных аллергических реакций на лекарства или при их появлении в процессе лечения используют антигистаминные препараты, которые не оказывают отрицательного влияния на дренажную функцию легких фенкарол, диазолин, тавигил, бикорфен в обычной дозе. В более тяжелых случаях проявление аллергии кроме антибактериальных препаратов назначают глюкокортикостероиды преднизолон по 15-20 мг в сутки в течение 7-10 дней с постепенным снижением дозы. При низкой иммунологической реактивности и иммунодефиците используют биологически активные вещества плазму, пирогенал или продигиозан парентеральны. Внутрь метиллорецил или пентаксил стимулирующий неспецифический иммунитет или заместительную терапию иммуноглобулины интерферон. Для устранения проявления интоксикации вводят гемодез, реополиглюкин и другие в дозе 250-500 мл внутривенно с учетом функционального состояния сердечно-сосудистой системы и диуреза. При появлении признаков сердечно-сосудистой недостаточности назначают сердечные гликозиды и вазоактивные препараты. При гипертермических реакциях и выраженном болевом синдроме назначаются аспирин, реопирин, ортофен. Для разжижения мокроты и улучшения дренажа легких применяют разжижающие и отхаркивающие средства муко-сальвин, бронгексин, диапульмон, лазалван, 3-5% раствор йодидокалия, термопсис, боржоми. Применение в нашей клинике кислородных коктейлей, состоящих из 200 мл белково-витаминной смеси, вспененной в 1,5 л кислорода, способствует устранению гипоксии. Не утратили своего назначения банки, горчичники, согревающие компрессы в амбулаторных условиях. В период исчезновения интоксикации и снижения температуры с успехом применяются щелочные ингаляции, лекарственной электрофорез, диапермия, улечья, микроволновая терапия, эритенные дозы УФО, массаж грудной клетки. Хороший терапевтический эффект в комплексном лечении больных острой пневмонией дает специальный комплекс дренирующих дыхательных упражнений. В подготовительном периоде в занятиях с больными широко применяются статические, динамические и дренирующие дыхательные упражнения. Они назначаются больным при нормальной и субфибрильной температуре, при отсутствии выраженных явлений сердечно-сосудистой недостаточности. Таким образом, в процессе проведения комплексной терапии при выборе антибактериальных препаратов и способе их введения следует прежде всего руководствоваться степенью тяжести заболевания. На первом этапе целесообразно назначать лечение бактерицидными препаратами пенициллиновой группы. В последующем назначение антибактериальных препаратов осуществляется с учетом клинических проявлений болезни, характера микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам. Лечебные мероприятия необходимо проводить до полного исчезновения клинически и рентгенологически определяемых признаков воспаления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА と...